На повестке дня у депутатов актуальная тема подготовка учреждений образования городского округа Химки к новому учебному году. В течение месяца народные избранники вместе с директорами школ и родителями принимали участие во всероссийском проекте «Родительская приемка» и оценивали готовность учреждений образования. У нас заканчивается в первом сентября капремонт на 1-го тонн 5, это 11-23, и продолжается капитальный ремонт в тонн детства творчества «Созвездие». При этом с нового учебного года капитальный ремонт у нас 1-го сентября встает в школу номер 8. Отдельный вопрос коснулся 85-летия Химок. День города в этом году отметят 7-го сентября. Вместо привычного масштабного концерта с участием приглашенных звезд – выступления творческих коллективов Химок и мероприятия патриотической направленности, которые будут соответствовать главному девизу праздника «Химки – успех в единстве поколений». По инициативе депутатов было запущено общенародное голосование, участие в котором уже приняли свыше 10 тысяч химчан. Первые результаты представили на заседании. В ближайшее время депутаты направят соответствующее ходатайство на имя главы городского округа. Нет денежных средств, которые удастся сэкономить на этом, направить на помощь жителям приграничных территорий и нашим ребятам, бойцам Вооруженных сил Российской Федерации. Единогласно поддержали депутаты и проект решения о дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей. Льготы на образование, культуру и спорт получат 13 семей, в которых воспитывают более 7 детей. Также депутаты прорабатывают вопрос о возможности компенсировать проезд и проживание для учителей химкинских школ из других территорий. Юлия Самошина, Олег Тюрин, Вильфрид Димковский. Новости Химки ТВ.